Здравствуйте, зрители, участники вебинара. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Как обычно, два раза в месяц, независимо от всех обстоятельств, проходит вебинар по средам. Я провожу по средам, Владимир Маслов проводит по четвергам. Иногда у нас происходит наслоение, но это, в принципе, достаточно редко в силу тех обстоятельств, если, допустим, Владимир Маслов либо я находимся в командировках, потому что сейчас я могу сказать такое время, что приходится очень много быть в поездках. И вот совершенно недавно я вернулся с Грузии, о чем обязательно вам поведаю в своем вебинаре. И я могу сказать, что все эти сегодняшние поездки связаны только с одним. То, что мы сейчас выходим на очень серьезный новый этап. И то, что было озвучено Анатолием Эдуардовичем, так, нет звука. Коллеги, напишите, пожалуйста, как со звуком, потому что все на самом деле должно быть супер и отлично. Коллеги. Так, все хорошо у нас со звуком, супер. Да, иногда происходит затормаживание. И сейчас я могу сказать, что проводится огромное количество невидимой работы. То есть вот вы будете говорить, к примеру, что да, вот Алексей снова говорит. Но я да, снова скажу, что делаются новые инструменты. И вообще мы сейчас отрабатываем такую систему. Я непосредственно это все дело курирую для того, чтобы на наш сложный продукт сделать такое чудо, так скажем, продвижение трафика, чтобы люди регистрировались и закрывались на сделку автоматически. Кто-то скажет, что это невозможно, но я могу сказать, что меня редко вдохновляют какие-то выступления и так далее. И мне вот в крайнее время понравился Гранд Кордон, вот его уверенностью, настойчивостью. И как раз такие специалисты, на мой взгляд, в будущем должны будут побучать наших специалистов по продаже нашего будущего институционного продукта, который охватит весь мир. Поверьте мне на слово. Потому что мы сейчас готовимся к стратегии, мы, я имею в виду Skyway Capital, на ближайшие пять лет. И я неоднократно, вот тот, кто меня видел и общался со мной в качестве спикера на конференциях, я всегда говорю, то, что сегодня вы будете продавать за вечер, за ужин в ресторане, за ужин в кафе, либо наоборот завтрак, ну за несколько часов буквально. То есть очень важно сейчас осознавать вообще то, что очень много поменялось с того момента, как мы начинали в 2014 году. И у многих, возможно, такое есть ощущение, что, в принципе-то, все сейчас как-то начинает застаиваться. Но застаивается только в головах, только из-за информационного вакуума и задача моих вебинаров этот вакуум просто растопить как лед и внести в первую очередь в себя уверенность и потом передать вам. Так вот, в будущем, вот запомните эти слова, просто когда мы дойдем уже до этих прекрасных вечеров и дней, за несколько часов вы будете также закрывать на сделку, как сегодня закрываете кто-то на 100 долларов, кто-то на 1000 долларов, на 10 и на 100 тысяч долларов, потому что это время настанет. И я в этом абсолютно уверен. Я неоднократно говорил, что конкурентов у нас нет. У меня четкая уверенность в голове, что да, у нас конкурентов нет. Гиперлуп – нет не конкуренты. Самый скоростной пояс в мире – нет не конкуренты. Потому что сейчас, если вы ознакомитесь со статьями, которые печатают о нас СМИ, и я могу сказать, что да, некоторые СМИ, вот вы видите, экофест, был экофест, стал экофест. То есть фактически, я вот люблю вот эти вот слайды перелистывать. То, что было в виде визуализации, стало сейчас в виде реальности. То, что было абсолютно нереальным и фантастикой, стало воплощением в инженерии, воплощением в металле, в железе, в электронике наших автоматизированных ботов на нашей революционного типа путевой структуре. И даже вот те издания, я не буду говорить, кто, так скажем, не будем махать кулаками. И драки-то в принципе и не было, потому что некоторые издания просто пригласили на интервью. И сейчас нужно ценить эту возможность, потому что интервью заценили те, кто когда-то брал, допустим, возможность пообщаться у Стива Джобса, у Билла Гейтса. Потому что все с чего-то когда-то начинали. И я вам напомню, Стив Джобс начинал с первой партии маков. То есть это было чуть больше сотни первых макбуков. Он отказывался от всех других абсолютно предложений. Ничего не напоминает? У нас фокус на восток. Да, мы тоже отказываемся от всех других предложений. Но потом масштабировался на весь рынок. И даже когда Джобса в какой-то момент не стало по корпоративным каким-то причинам в компании, а потом просто, к сожалению, он ушел из мира, оставшись гением дизайна, маркетинга и презентации продукта, все равно компания не остановилась. Ну а вы знаете, какое мощное здоровье у Анатолия Эдуардовича. Я думаю, что Анатолий Эдуардович легко переживет Жака Фреско и многих гениев старожил, так скажем, нашего времени, которые добивались огромных результатов именно по возрасту. Вспомним Билла Гейтса. Это тот человек, который говорил, что у того, у кого не будет бизнеса в интернете, из этого бизнеса просто вынужден будет уйти, либо его бизнес умрет. Так вот, я перефразирую. У того, у кого не будет бизнеса в транснете, когда уже такой уверенной поступью будет шагать технология Skyway по всей планете. Ну, бизнес не умрет, но бизнесу будет очень сложно развиваться, потому что не использовать вот эти преимущества мобильности и уже на тот момент дешевизны перемещения, сейчас объясню, почему дешевизны, да, сейчас строительство, так скажем, но это все равно не там 10 тысяч долларов за путевую структуру и не 5 тысяч долларов за подвижной состав. Это стоит неких денег. Но и по закону Мура электроника когда-то развивалась не в самых серьезных, то есть я помню свой телефон. Первый мой телефон я называл его так ласково гигагерц, потому что Samsung S1, если не ошибаюсь, он заменил персональный компьютер. Я смотрел так, оп, телефон, оп, персональный компьютер, а мощность-то одна и та же, и вот этот гигагерц быстро ушел в историю, потому что S2 появился, S3, S4, сейчас уже S10, но сейчас уже мы устали от этой гонки за гаджетами. Поставьте плюсики, кто устал от гонки за гаджетами. Я действительно устал вообще от этого и ни в коем случае не собираюсь менять на S10, S11 на камеру побольше, потому что я хочу перемещаться в гаджете уже внутри, чтобы это был транспортный Android и инфраструктурный гаджет, который можно было внутри всячески наполнять, добавлять опции. Это как раз таки та предстоящая реальность, которую уже сейчас освещает в публичных масс-медиа каналах. Кто-то добавляет, ну, видимо, кушать хочется и от троллей чуть-чуть получить, и у нас интервью, ну, лично у Анатолия Эдуардовича взять, а потом сложно будет, то и как сложно уже будет брать годик, а так через два. Вспомнят, я думаю, каналы и будут уже записываться на прием, и интервью будут платные. И это будет также часть маркетингового бюджета, который будет наполняться. Я больше чем уверен, что с занятостью в будущем Анатолия Эдуардовича и вообще всех руководителей более 68, я не побоюсь этого слова, конструкторских бюро начинали мы чуть больше здесь. Начинали вообще, какой-то чуть больше здесь, и с одного начинали. И я помню этот офис в центре города, да, но это был не наш офис, это было двухэтажное здание, и тогда это казалось вау. Но сейчас у нас просто выкуплены свои административно-хозяйственные бытовые помещения, построены свои производственные помещения, построено одно, строится второе, и это все актив, который, да, действительно такие вот чистые на руку публичные масс-медиа-каналы освещает. Мы сейчас начали, как Skyway Capital, освещаться в одном очень популярном Telegram-канале. К сожалению, мы в виде новости не можем дать, но это ведущие финансовые аналитики. К 10 тысячам людей приближается этот канал. И для чего мы это делаем? Мы это делаем в первую очередь для популяризации, для того, чтобы людям рассказать, что Skyway существует потихоньку, помаленьку. Вначале, знаете, сразу тролли начали просто через 2 часа публикации писать создателям и владельцам этого канала. Это серьезные финансисты, это серьезные представители брокерских компаний и мои хорошие знакомые, так скажем. То есть больше нескольких месяцев, даже до полугода готовилось это рекламный шаг, рекламный ход. И мы сейчас вообще подходим к тому, что тестируем и нащупываем, какие креативы лучше работают в Инстаграме, в Фейсбук рекламе. И будем выдавать вам только самое лучшее. Ну а я могу сказать, креатив со Стивеном Сигалом, ох Стивен, благодарим. То, что нам помог, работает просто на ура. И стоимость льда хорошая очень, я не буду озвучивать, но предвосхищу. То, что мое личное желание, мое личное мнение, чтобы нам сформировать SMM десант. Да, я часто забрасываю так вглубь, вдаль свой диск, так скажем, видения и мнения, но факты показывали, что мои предположения оказывались верными. Поэтому сейчас я предвосхищаю. Те, кто хочет и те, кто разбирается, я не освещаю никакого обучения и так далее. Пишите мне в социальных сетях, на почту обязательно пишите SMM десант. То есть пусть будет такая тема. Именно кто разбирается в социальных сетях, кто с ними на «ты», кто может настроить рекламу. И более того, мы можем даже договариваться как-то на взаимовыгодных условиях. То есть мы будем лить такие серьезные объемы трафика на эффективные рекламные кампании. А люди SMM десант, SMM Skyway Capital десант будут это дело все формировать в лиды, в заявки. А наши региональные лидеры, наши амбассадеры будут это монетизировать. И наш колл-центр, который, кстати, будет разрастаться. Как вам идея? Поставьте от 1 до 10. Хорошо забросил в будущее? То есть я думаю, что Джордан Белфор даже чуть-чуть так отдохнет. И обязательно из Ди Каприо мы сделаем креативы. Потому что чуть-чуть заменить то, что говорит Ди Каприо в фильме «Волк Солл Стрит». И это не про нас фильм вообще «Волк Солл Стрит». Заменить акции на доли, сделать визуализацию. И вот креатив готов, горячий. Я вам так вот немножко поделился. Очень меня заряжает эта сфера. И я не остановлюсь ни перед чем, чтобы наш сложный продукт, как кубик Рубика, так скажем, сложить. И сделать из него простое донесение информации, простое получение лидов. Но это так было превью. Это было лирическое отступление. Про публичные масс-медиа-каналы я вам сообщил и сказал. Я всем рекомендую ознакомиться с замечательным изданием «Техкульта». Это просто виртуозно составленная статья, которая заменяет вводной техникой экономический вебинар. Я ждал тех времен, которые позволят. Мы еще переведем на все языки. И наши партнеры чисто по этой статье даже больше не нужно знать, не нужно что-то там вычитывать, что-то придумывать. Вот этой статьи достаточно для того, чтобы убедить, что мы создаем продукт этого века, который нужен человечеству. И в своем вебинаре я обязательно расскажу, почему у нас будет даже не двойная, а тройная, на мой взгляд, капитализация. К этому я пришел на замечательные конференции в Грузии, которая прошла, казалось бы, в теплой атмосфере. Было много очень встреч. Я общался, общался. Ну, Давид, Мзи, не дадут солгать с утра до вечера. То есть только вечером было время чуть-чуть поужинать. И там мы тоже общались, обсуждали. Я могу сказать, что грузины очень мощно готовятся к экспансии как внутри своей страны, так и уже готовят бизнес для Турции, потому что это наши первые потенциальные послы, амбассадоры для Турции. Там я со своей стороны провел интересное обучение по формированию личного бренда. И я же все показываю на своем примере. Поэтому тот, кто вдруг не в курсе о том, что, так скажем, это было показано на своем примере и в виде освещения события Экофеста 2019, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Кому понравилось, буду рад какой-то реакции. Сами выбирайте. То есть этот канал ориентирован, я могу сказать честно, не на Skyway, а этот канал ориентирован на холодный рынок, потому что мне хочется выйти к незнакомым людям и показать им стиль жизни. Так, насчет в Турцию пустят или не пустят, я отвечу чуть позже, в конце вебинара. Там все хорошо. Турция большая, так же, как Нигерия. И мы знаем, как двигаться, и уже контакты есть абсолютно. И задача моего видеоблога, задача вообще телепорта, как такого личного бренда, то есть это именно личный бренд, меня как личности, никакая там не компания и так далее, никакие не направления. Просто нужно упаковываться всегда. Это, кстати, об этом говорят наши специалисты, которые будут с нами сотрудничать, я очень сильно надеюсь, в области современной упаковки. То есть вот на местных синергиях, в форумах выступал этот специалист. Также был на Экофесте 2019. Владимир его зовут, фамилию пока не буду называть. Но это специалист, ведущий в российском масштабе по работе с репутацией по упаковке. И да, в России нам подпортили репутацию, то есть там тролли, каналы. Четко вот есть понимание, сколько бюджета нужно затратить для того, чтобы обойти эти каналы. Но нет желания вообще тратить силы, бюджет на это, мне лично. Потому что я хочу, чтобы люди постепенно узнавали о проекте Skyway. Также постепенно узнают на самом деле люди о проекте Skyway сейчас в телеграм-канале финансовом. И я вам могу сказать, в чем началось мое выступление в Грузии. Вообще, что нас ждет? Кто-то наблюдает за рынком финансовых вообще сфер, акций, золота, S&P. Такие, может быть, сложные названия. Но поставьте «да», «нет», чтобы я хотя бы понимал. И чтобы люди, которые ориентируются, также, может быть, на будущих вебинарах высказали свою точку зрения. Я хочу давать вообще голос и микрофон тем людям, которые хотят сказать на ту или иную тему, как вам, кстати, такой формат. То есть вот много сегодня у меня таких идей. И почему это все? Потому что я знаю некоторые вещи, которые, может быть, многие из вас не знают. Но я могу сказать, что в Арабских Эмиратах, в Шарже, происходят просто очень мощные движения. И никогда так быстро подобного рода проект не согласовывался на бюрократическом плане и так далее. И поэтому сейчас мы готовим целый веер конференции. В Грузии уже сами наши лидеры обучали друг друга. Очень интересная беседа была на ужине. И я был обрадован такому внутреннему промоушену. То есть на ужин со спикером был разыгран внутренний промоушен, который пользовался популярностью. Это говорит о том, что вообще приезд спикеров пользуется ценностью. А что такое ценность? Ценность – это когда мы превалируем, мы даем большую пользу, чем сама цена продукта. Поэтому ценность. И, видимо, ценность моего выступления имела место. Поэтому был внутренний промоушен на несколько тысяч долларов. Нужно было инвестировать. Это все сработало. Обязательно используйте. И что делают наши африканские коллеги? Это просто так. Вячеслав, а кто вас поставил в Сан-Бернандино? Куда этот проект делся? С удовольствием отвечу. Самая моя любимая тема. Но в конце вебинара мое время нужно ценить. И в первую очередь время слушателей. Потому что эта информация может быть не всем интересна. А более интересно, как у нас развиваются события в Африке. Два у нас есть региональных мощных лидера. Это Сэмми и это Энна. Они были на пилотной презентации, анонсе строительства и установке первых двух промежуточных опор в Шарже. И Сэмми был настолько заряжен, что он сейчас пошел вообще завоевывать в виде освоения продуктом Skyway Capital всю Африку. И у нас уже в ряде штатов Нигерии прошли конференции. Энна работает в одном направлении, Сэмми в другом. И это было приурочено в том числе к Дню Независимости в 10-х числах. Если не ошибаюсь, 16-го мы ожидаем очень мощные события. Там будет более 500 людей. И также у нас планируется конференция в Испании, в Турции. Зайдите в личный кабинет и посмотрите. Но сейчас уже 26 минут. Я не смею красть больше ваше время. И хотел бы перейти к главному. Это строительство в Шарже. Да, я могу и поспорить, и согласиться. Потому что поспорить нельзя разглашать всю информацию. Что несколько, может быть, не всегда информативные фотографии из выпусков новостей. Но все, что можно показывать, головная компания показывает. Вот вы видите парапеты. И представьте, что на этих парапетах будет зеленое насаждение. И вообще имело ли место быть это в Дубае, в Шарже? Есть ли озелененные крыши там? Да, я это видел в Сингапуре. Да, я это видел в Милане. Но я не видел в ОАЭ, в Объединенных Арабских Эмиратах, ни деревянных домов, ни зеленых насаждениях на крыш каких-то террас. А это, извиняюсь, Гранд Про ООН, за который мы получили денежное вознаграждение в размере больше сотни тысяч долларов, которое в нужный момент помогло нам и ускорило стройку. И вот уже У-образные конструкции внутри путевой структуры варятся. И анкерная пора уже будет нового типа. Потому что это совершенно другие нагрузки. Вот эти 400 метров это наши первые шаги в восточном направлении. Поверьте мне, у вас столько деньги есть. Взять Неом. Такой вот замечательный Гига-проект. Я не знаю, он реализуется или нет, но бюджет у него колоссальный. Почти полтриллиона долларов Саудовская Аравия вблизи Красного моря собирается строить гигагород размером вообще в целую небольшую страну. Не больше, не меньше. Будем надеяться, что этот инфраструктурный, мощный и прорывной объект будет достроен. Потому что как раз таки в таких новых городах, нового типа, возможно вообще и транспорт беспилотный. Потому что в существующих городах абсолютно невозможно применить беспилотный транспорт. Почитайте статьи, которые на RSV Systems и головная компания с удовольствием рассказывают о введении вообще. О том, что мы сейчас просто погрязли в пробках. Вы видели наших, не наших, а они сами свои, молодых активистов, которые именно борются сейчас за изменение климата. Но такие как бы нюансы своеобразные. То, что кто-то говорит, что легенда изменения климата. Кто-то говорит, что это чей-то проект, эти молодые люди чей-то проект. Мы в это дело не лезем абсолютно, потому что это политика. Но ни много ни мало. Вот я сбрасываю ссылку. Забыл, когда в публичных масс-медиа каналах об этом говорил. Посмотрите, топ-5, мощнейший YouTube канал Миллионник упомянул проект Skyway в своем большом выпуске про инновационные транспортные технологии. Да, там был и Hyperloop, но там был упомянут и Skyway. Очень хороший выпуск. Обязательно всем рекомендую к использованию в работе. И что мы увидели сейчас вообще в строительстве? То, что может быть непонятно как-то кому-то. Что, во-первых, огромное количество нужно было выровнять грунта. Огромное количество песка было привезено. Уплотнение грунта. Потому что не лучшее место было для нас выбрано. Не потому что так получилось, потому что в принципе территория такая. Сейчас на Google картах можно увидеть, как развивается наш Skyway World Innovation Center. S-V-I-C аббревиатура. И это будущий мировой научный центр по испытанию, по разработке даже технологии Skyway. Потому что будут свои школы обучения. И если говорить про школы обучения, я могу сказать, что в какой-то из статей я прочитал, что вообще Великобритания сейчас университеты. То есть не будем называть Гарвардом и так далее. Но ряд университетов, входящих в такие серьезные статусы в Великобритании, возвращается к советской системе образования. И я, положа руку на сердце, вам честно могу сказать, я бы с удовольствием обучался бы, когда я готовился к ЕГЭ, когда я готовился к выпускным экзаменам в университете, обучался бы именно по советской системе образования. Поэтому я, наверное, бы как инженер-механик научился бы даже изобретать. Да, наверное, я бы не сидел уже на месте спикера перед вами. У меня был бы несколько другой путь. Но именно та эпоха позволила расшевелить способности тех многих людей, которые помимо Анатолия Эдуардовича развивали на тот момент мощную державу, мощную страну и сделали научный мировой прорыв. Поэтому я не исключаю того, что МИД, именно Институт транспорта и путей сообщения, был контракт, не контракт, а договор о предварительных намерениях подписан, соглашение о предварительных намерениях было подписано на одной из выставок транспорта России 2018, если не ошибаюсь. И там будет, возможно, преподаваться целый ряд дисциплин по направлению SkyWay. И это как раз-таки будет основано, может быть, не на учебниках Хорзентали и так далее, но на более мощных научных исследованиях и учебниках. То, что все написано в научных публикациях, монографиях и в струнных дорогах на Земле и космосе. Замечательная книга. У меня есть она в VIP-исполнении. И кто-то там покупал, допустим, чтобы продать на аукционе. Для меня это реликвия. И для меня это ценность, сокровище, потому что я этим лично дорожу. И есть очень много предложений тем людям, которые активно развивают сейчас SkyWay Capital. Что пойди туда, пойди в другое место и инвестируй, может быть, в другие направления. Да, я повторюсь, что многие могут подустать, многие могут расфокусироваться. Но мы, кто развивает этот проект, достигаем того результата, что мы видим. Естественно, не без помощи наших партнерских фондов, потому что, так скажем, у нас конкуренции даже нет внутри фондов. То есть, чья стратегия инициатива покажет более лучшие результаты на отрезке времени больше, чем, допустим, 2-3 года. Это только время будет мерилом. Но сейчас мы все в одной лодке и достигаем тех результатов, которые вы видите. На мой взгляд, это классные результаты. И вы видите уже предустановку гибкой путевой структуры. И это уже будет испытание тропического Юникара, который, кстати, уже прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. И вы видели, что аварийный тормоз новой мировой разработки также отправился в дополнение, как именно средство не то, что безопасности, а демонстрации, что тотальная безопасность, даже если откажут все системы торможения, аварийный тормоз позволит затормозить не резко вот так вот, как стоп-кран, как поезд метро останавливается. Мало не покажется, кстати, когда стоп-кран срабатывает, врагу не пожелаешь, а именно плавненько и чтобы было комфортно абсолютно человеку. Это как раз таки про нашу технологию. И поэтому и нигерийские правители посещают наш SkyWay World Innovation Center. Почему-то, кстати, слайды у меня не отметились. Здесь, возможно, потом есть, но можете в социальных сетях посмотреть. Регалия точно не помню. Да, и в принципе это имеет, конечно, важность, но большую важность это будет иметь, когда все-таки будет готово финансирование на ряд африканских проектов. А они сейчас, извините, стали в очередь, потому что фокус на восток. Потому что у нас есть своя аналогия первой партии макбуков и своя стратегия захвата, экспансии рынков. И, кстати, представьте, внутри этой путевой структуры, что действительно мне как бальзам на душу будут установлены сенсоры. Внутри подвижных составов будут вшиты аутентификаторы, которые будут генерить публичные ключи, которые невозможно будет взломать. Которые даже будут устойчивы к квантовому взлому, к квантовому компьютеру, потому что кто-то боится, что, может, биткоин взломает сейчас квантовый компьютер, который создал Google. Нет, не взломает. И да, все, что создано человеком, можно взломать. Но и все, что создано человеком, можно модернизировать. И это как раз таки в логике стратегии и вообще демонстрации деятельности, то, что неоднократно нам доказывал генеральный конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович. И вы видели, я думаю, все интервью. Я не буду его как-то цитировать. Естественно, Алексей Сергеевич Савин отлично сказал, что мы готовимся для масштабирования. Но я хотел бы отметить, посмотрите, как свет падает на наш высокоскоростной Юнибус. То есть это, знаете, такая вот презентация вообще вот дополнительная, такая невербальная. Каждое интервью это презентация будущего прорыва в скорости, в преодолении пределов перемещения человека на высоких скоростях. Их не в небе в виде перемещения на самолете, а именно на рельсовом высокоскоростном транспорте. И это как раз таки технология SkyWay. Поэтому люди честным делом, люди искренним трудом добиваются огромных результатов и строят корпорации, которые призваны построенным быть навечно. А вот, кстати, я вам говорил про нигерийского короля, не обманул. И посмотрите, может быть кто-то узнает из наших африканских коллег, это будет для вас маркетингом, таким подспорьем. Но он приехал абсолютно, как обычно, за свои затраты. То есть уже давненько мы отказались от той стратегии, что кого-то возим, кого-то уговариваем. Потому что договоренности все есть. И сейчас мы плавненько движемся. Я думаю, что вот эти вот фотографии, ну вот мне лично, они заполнили информационный вакуум в плане строительства. Потому что я больше чем уверен, что где-то уже к концу октября, максимум середина ноября уже все поедет, как говорится. Наш тропический юникар уже будет перемещаться. И в меня это вселяет не то, что уверенность, а желание рвать и метать, просто работать, создавать новые инструменты. Сегодня я не буду останавливаться на блокчейн направлении подробно. Я это сделаю и оставлю эту вишенку на торте на следующие вебинары. Но я хотел бы сказать свои осознания, которые в ходе общения с нашими грузинскими лидерами я выяснил для себя. И на самом деле вот сейчас можно даже потом переслушать вебинар и записывайте, конспектируйте слово-слово, потому что это стратегия, которая безотказно, со стопроцентной конверсией работает как на продаже нашего продукта долей, так и на продажу будущего продукта SVG токена. Немножко есть предыстория. Я постараюсь говорить очень простым языком. Но что мы видели в 2017 году? В 2017 году был рассвет ICO. То есть был такой очень серьезный скачок эфириума, потому что начали быть востребованными различные ICO проекты. И скамовые, и хорошие, и плохие. И вот это было самое главное утилитарное применение, ну просто применение эфириума. Начала расти цена, потому что огромное количество раскрутки вот этого механизма рыночных отношений покупки приобретения токенов на первичных размещениях токена. Но была совершена огромнейшая ошибка, на мой взгляд. И я об этом обязательно поведаю в своем видеоблоге. Я переведу это, скорее всего, на английский язык. Ну не просто переведу, а буду вещать на английском. Слава богу, умею говорить. И в чем заключается моя, не то что теория, но мое утверждение. Что было сделано неправильно то, что публичные размещения токена делались именно под применение, под utility токен. Но это все было привязано к биткоину. В 2018 году, в феврале, биткоин обвалился на 70%. И сейчас за 2017-2018 год вообще на несколько миллиардов долларов была капитализация привлеченных средств предыдущие года. В этом году только 300 с лишним миллионов долларов было привлечено. Представьте, насколько падение. А все почему? Потому что была уже потеряна вера в рынок у криптоинвесторов, но не мелких, а крупных. И они ожидают кое-чего, чем мы на самом деле можем являться. Когда произошло падение биткоина на 70-80%, все и хорошие, и плохие стартапы, их стоимость начала, ликвидность токена и ценность токена стремится к нулю. Выжили только некоторые. Например, технология оракулов на блокчейн, линк. Мне нравится это направление. И оно нам не исключено, что понадобится. Росло в этот период, потому что это применимость, это необходимость не только для крипторынка, а вообще для будущего цифрового применения в реальном мире. И оно будет рано или поздно. Я не говорю, что роботы заберут вашу работу, хотя это и тоже произойдет. И лучше инвестировать в тех роботов, внутри которых мы перемещаемся, которые подконтрольны логисту, диспетчеру, и которые работают на благо нас. Но сейчас те люди, которые обучаются в вузах, скорее всего, профессию нужно будет менять. И потом в 2018 году была попытка еще одного бума. Это Initial Exchange Offering. То есть это экономия маркетингового бюджета. Более миллиона долларов, да, можно было сэкономить. Но нюанс в том, что опять это привязывалось к утилитарному применению токена. Да, сейчас было меньше проблем и меньше каких-то рисков в выводе токена на биржу. Максимальная ликвидность, но тут манипуляции со стороны бирж. Потому что децентрализованные биржи сейчас не в таком обиходе, которые не зависят от администратора и какого-то человеческого фактора, от манипуляций крупных владельцев биткоина, например. И это тоже не сработало. Я видел взлеты, да, можно было сделать там 8x, 9x. Но это чисто спекулятивная, очень резкая такая история. Я могу с серфингом сравнить. Кстати, ребята, которые напрямую связаны с серфингом и серферы такого очень серьезного уровня, как в блокчейн-индустрии, так и в социальных сетях будут проводить обучение. И инвестировать и спекулировать в ИО, это то же самое, как отправиться на доске с волной соревноваться и просто размножить лицо об риф. Примерно вот такое сравнение, и что и произошло со многими инвесторами. И в чем сейчас попытка, ожидание, что настанет рынок СТО. То есть это аналог ценной бумаги. Мы видим проект Тезос и так далее. И это замечательный, классный проект. Они создали всю необходимую инфраструктуру для будущих СТО. Но сейчас крупные бизнесы думают, а проводить или не проводить нам СТО? На самом деле они боятся. Они боятся переступать на цифровые рельсы. И та компания, которая не испугается, получит лавры в этой индустрии. И самое интересное, вот то, что сейчас, на мой взгляд, это сугубо мой взгляд, необходимо делать таким образом. Можете это обсуждать с криптоинвесторами. И это работает. Сейчас нужно за счет СТО получать реальную капитализацию за счет реальной экономики адресных проектов. То есть наполнение бюджета компании мы получили за счет СТО. Мы не зависим от биткоина, потому что СТО это другая история, это аналог акций. И мы получили бюджет. В принципе, никакого утилитарного применения нет. Нет внутренней экономики. Это замечательно и это не замечательно одновременно. И потом уже, как только компания получила бюджет на проекты, мы делаем уже постфактумом внутреннюю экономику токена. И какое это будет применение, на самом деле покажет только время. Как минимум это оплата за проезд. Как минимум это оплата за электричество. Как минимум это перемещение различных услуг внутри Транснет. Как минимум это покупка шоколадки в ларьке. Все это будет происходить за счет SVG токена. И знающие люди сказали такую вещь. Ну, нужно же вам экспертность, так скажем, предоставить. Кто-то мне может не поверить. Хотя я могу считать себя экспертом в этой индустрии. Потому что достаточно неплохо, так скажем, разбираюсь. Но те компании, которые будут именно предоставлять утилитарное применение токена. То есть, например, DigitalOcean, оплата за сервера. Если DigitalOcean сейчас выпустит свой токен, который в долларовом эквиваленте можно будет оплачивать за серверы. То огромное количество IT-компаний, программистов купит этот токен. Потому что им все равно нужно арендовать мощности серверов. И блокчейн-индустрия будет это покупать. Проблема ICO в том, что необходимость утилитарности токена заставляет его играть по законам рынка. А вот они беспощадны. Как разбить лицо об риф на волне при катании на серфинге. И если есть спрос на использование токена, то будет рост цены. Если нет спроса, извините, на нет и суда нет. И SEC не заинтересуется, так скажем. И вообще никто не заинтересуется. Никому не будет этот токен интересен. Даже если это революционная стратегия и какое-то супер применение, это направление обречено на провал. И вот мне говорит Вячеслав, привет тролль, цифровые рельсы погубят пожилых людей и пенсионеров. Я вам приведу один пример. И я говорю абсолютную правду, потому что 5 или 7 лет назад, ну сколько быть точными, 9 лет назад точно я боялся переводить через обык карточки. То есть да, там Алексей, человек пропагандирующий будущее и так далее, боялся я переводить по карточкам. Молодой человек боялся переводить по карточкам. И сейчас это абсолютно привычное направление мы переводим вообще не глядя через интернет-банкинг. И также цифровые рельсы. Все перестроятся на них. И та компания, которая сейчас создает будущую триллионную индустрию, она сможет перестроить молодых, пожилых, подрастающих людей. И те люди, которые сейчас борются за изменение климата на цифровые рельсы. И мы можем понести этот флаг. Я могу сказать новый слоган такой, потому что ситуация удручающая. Либра там и так далее, вы видите нападки. Мастеркард, виза, пейпал, еще другие провайдеры, финансовые провайдеры отказываются уже от Либры. Они имеют комьюнити, они имеют силу, но регуляторы не хотят их пропускать. Поэтому не исключено, что мы спасаем не только планету, но и блокчейн-экономику создаем и спасаем блокчейн-индустрию. Ну да, 200 с лишним миллионов риплов разморозилось. Кто в курсе об этих новостях, поставьте плюс. Это немножко об экспертности моей. Я за всем слежу и по идее эти 200 с лишним миллионов долларов могут сказать, как и пока низкая цена, либо высокая цена биткоина, так это может быть реинвест в те направления, которые киты увидят. И когда мы будем за счет STO привлекать средства в адресные проекты и не говорить, что нет, ребят, наоборот, говорить, мы не создаем. Нет, нет, мы не создаем утилитарные токены. И мы действуем по форме KYC и так далее. Это должны быть очень регулируемые размещения. К ним нужно очень активно подготовиться. И потом просто десятки команд. Я думаю, что несколько команд внутри Skyway точно это будут делать, решая задачи по утилитарному применению токена. И тогда рождается следующее. Вот это вот самое важное, пожалуй, из этого вебинара. Мы получаем капитализацию за счет STO. Капитализация номер один. За счет создания утилитарного токена капитализация номер два. И капитализация номер три это аватар. Это отображение цифрового токена в реальном мире. То, что мы оплатили за проезд, это сразу бам, все распределилось по всей сети. Это нашло применение в реальном мире. Это третья капитализация. И вот эти три ручейка, они будут формировать общую капитализацию. Будущие триллионы, на мой взгляд, как минимум корпорации, которая развивается на основе струнных технологий, в технологиях Юницкого несет максимальное благо человеку. Напишите от одного до десяти, как понятно, непонятно. Я объяснил. Но вот эта вот история, да, это не сразу получится рассказать. Я вот эти предыстории и так далее рассказываю минут пять. И вот криптоинвесторы, вот в первый раз я общался с очень интересными грузинками. Они майнеры там и так далее, причем такие промышленные. Они участвовали и участвуют в различных интернет проектах, связанных с криптой. И они понимали мой язык. То есть я начал вообще чисто на терминах общаться абсолютно. И они сказали, сколько и где можно инвестировать в SVG токен. И вот тут еще одна зацепка, как Джордан Белфорда когда-то обучал на тренингах. А нельзя? Пока нельзя. Вход только для потенциальных крупных инвесторов. Ну, примерно там от 50 миллионов долларов. Но у вас есть возможность приобрести доли, потому что доли в будущем как-то будут коррелироваться, и можно будет их обменять на SVG токен. И есть сразу мотивация приобретать доли. Я думаю, это отличное сравнение. И я уж не говорю о таких вещах, что мы вообще являемся санитарами партнерских программ, систем, экономических взаимоотношений и скамов внутри проектов и внутри блокчейн направлений. Потому что мы делаем правду, как в фильме «Брат-2», «Брат-1». В чем сила? Сила в правде. Мы создаем реальный продукт, существующий. Если мы заикнулись, что внутри путевой структуры будут сенсоры, они там будут. Если мы заикнулись, что на Экофесте будут дроны летать, кто видел вот эти шоу, когда просто переворачивался дрон, и фактически мини-вертолет с лопастями вверх ногами летал. Увеличить масштабы, и это уже индустрия, это как раз-таки те дружелюбные дроны, которые не будут атаковывать, к примеру, какие-то нефтеобъекты в Саудовской Аравии, либо где-то для того, чтобы обвалить рынок, но они будут помогать в развитии сельского хозяйства, в инспекции, в мониторинге, в спасении людей. Они вот эти вот бредовые всякие сооружения, когда, ну я не буду называть компанию, но вы все понимаете, когда там поднимается некий транспортный уродец и спасает людей из пожара. На D называется компания, больше ничего не скажу. На мой взгляд, несовершенно абсолютно изобретение. И блокчейн там, скорее всего, вообще, там и не пахнет блокчейном. Почему у нас может быть использован блокчейн? Потому что мы перемещаемся строго по определенной траектории. У нас детерминированность, абсолютное движение. Поэтому через сенсоры и через публичные аутентификаторы можно легко считывать данные, информацию, преобразовывать ее в блокчейн. И вопрос, вообще понадобятся нам оракулы или нет. Вопрос открытый. Но сейчас, опять же повторюсь, раньше говорил и сейчас буду говорить. ТОН. Где ТОН? Тестовая сеть, основная сеть. Какое реальное применение? Да, у Telegram миллиарды пользователей. Какое реальное применение? В чем плюс для обычного человека, для обычной бабушки, которая будет использовать ТОН? В нашем случае бабушка, как минимум, сможет перемещаться и оплачивать за проезд, оплачивать за услуги. И так же, как ЖКХ сегодня мы платим, внутри будущих линейных городов, так же за ЖКХ можно будет SVG-токеном оплатить. Если говорить, к примеру, про другие летающие автомобили и так далее, где вы будете располагать сенсоры? Летать, что ли, будут сенсоры, чтобы применить их и перенести на цифровые рельсы? Я уже не говорю, что груда железа может свалиться на голову и просто в мгновение ока обвалится вся капитализация и акции этой компании. Еще будет серьезнее, чем загорается автомобильный аккумулятор у Теслы. А какие-то другие направления, они существуют для решения транспортных инфраструктурных задач? Вопрос на самом деле открытый. И на следующих вебинарах я буду более глубоко освещать. Кстати, очень большую такую ошибку возможно сделать. Ну ладно, записей будет много. Вячеслав, я надеюсь, Куалье записываешь вебинар, потому что я, к сожалению, забыл нажать на запись. И огромное количество задач будет решено. Вот пример инфраструктуры, это только малое количество. Таблицу можно посмотреть. И вот вам еще один аспект, что вы выбираете. Один очень такой серьезный креативщик записал такую переделку. Есть компания Boston Dynamics, и он переделал, что вот эти вот андроиды перемещаются, стреляют, убивают человека. А ведь никто не знает, если они будут не управляться под управлением, не создаваться под управлением блокчейн-экономики, созданной человеком, то есть не управляться человеком, неизвестно, какая мысль придет в их искусственный интеллект. На самом деле, это недалеко от реальности, потому что дроны мы уже видим, и поэтому мир ожидает того, что произойдет уже в 2020-2021 годах, когда будет продемонстрирован уже и гиперскоростной транспорт, я думаю, в 2021 году мы увидим, а может быть даже и раньше, может быть уже что-то создается, я этого не знаю. У нас просто нет конкурентов, я об этом повторюсь. Поэтому от гиперлупа отказываются, и люди ждут того, что еще сами не знают. И наша с вами задача перенести эту мысль и то великое благо, которое позволит людям ценить личное общение в реальной жизни больше, чем мы сейчас погружаемся, утопаем в тине смартфонов, гаджетов, вот этих социальных, и как мухи просто увядаем в социальных паутинах. Этого не будет, мы их разорвем и вдохнем широкой грудью, потому что наобщавшись внутри Транснет, мы начнем общаться и встречаться, и ценить человеческое общение, ценить, довольствоваться малым, то, что мы сейчас не ценим. И мир на самом деле преобразится, единение человека с природой произойдет, но аж технологии биогумуса и другие технологии, которые уже испытываются, кто не в курсе, уже утепление стены, конструкции для подготовки оборудования по производству биогумуса у нас создается в недрах Skyway. Это будет все реализовано, потому что это уже направление запущено, и так или иначе мы в этом достигнем успеха. Пока что инвестировать может каждый, но в будущем инвестиция может быть уже после входа крупных инвесторов, либо это будет переиграно, потому что у нас очень гибкий проект только в SVG токен, и инвестировать в доли как раз таки будет невозможно. Ну а сейчас с удовольствием отвечу на вопросы, которые задавали тролли. Я люблю вопросы троллей. Про Сан-Бернандино. Мы вообще договорились с партнерами не упоминать это название, но подобного рода проекты имели смысл, я не говорю про Сан-Бернандино, именно подобного рода проекты только в логике блокчейн применения как первая в мире умная деревня. Если нет блокчейн экономики и блокчейн поддержки, здесь подобные проекты не имеют смысла. Еще вопросы? Готов выслушать, готов ответить, и мы будем завершаться до следующего вебинара. Что с направлением Москва, кольцевая дорога Московской области? Я думаю, что это направление развивается, но эта информация закрытая, и она находится внутри отдела адресных проектов. Еще вопросы, коллеги? Когда примерно будем получать дивиденды? Когда произойдет выход на рынок, то есть первые прибыли при выходе на рынок, вообще первые крупные прибыли компании, компания обязана будет платить дивиденды. Когда 14 этап? Я думаю, что скоро. Вячеслав, я ответил про проект, про который вы спросили, и если вы не услышали, значит, вы глухой. Так, коллеги, есть ли вопросы еще? По традиции, я прошу поставить от 1 до 10, как вам информация из этого вебинара. Учитесь тому, что вы можете научиться сейчас, потому что это может стать предстоящей реальностью, чему за деньги в будущем будет обучаться каждый. Вот вам в завершении. Всем счастливо, пока. С вами Алексей Суходоев.